всем привет сегодня я буду делать блинчики на этой неделе у нас будет масленица и я решила сделать правильные блинчики у нас цельнозерновая мука овсяные отруби молоко яйца сыр и куриный фарш муку мы сейчас с отрубями немножко перемешаем сделаем тесто и будем готовить блинчики такие у порции конечно больше цельнозерновой муки овсяной отруби молоко добавлю немножко воды делаем тесто обычное блинное только у нас она будет полезное тесто не из белой муки получилось у меня такое пушистое тесто дам немножко настояться потому что отруби они потом разбухают и пока займемся фаршем будем его немножко обжаривать добавим специи и потом кусочки сыра туда добавим когда уже обжарится перемешаем и это будет начинка для блинов немного специи соли я много не солю потому что у нас и он тоже соленый но сейчас слегка обжарим и пока я подготовлю сыр на такими кубиками нарезаю чтобы потом с фаршем перемешать вот такая у меня заготовка пока фарш и мне обжаривается параллельно начинаем жарить блины для первого блина я всегда капельку оливкового масла копаю в основном я масло добавляю в тесто чтобы потом не смазывать сковородку но сегодня хочу попробовать без масла только первый блин мы сейчас мочим ну что фарш почти готов теперь только блинчики ждем первый красивый блинчик мой но сейчас я буду курицу сыром перемешивать пока курица горячий сыр поможет расплавиться вспомнила что у меня еще сыр недоеденный короче два вида у меня сыра такие у меня уже красивые блинчики сейчас перемешаем и будем закручивать ты пришел кушать хочешь и тесто хочешь помощник марек нельзя блинчики получается закручиваю потихоньку и потом можно микроволновки разогреватель в духовку ставить под фольгу чтобы сыр расплавился хорошо блинчики мои готовы сейчас как всегда на весы на тарелку я буду мужа готовить на работу и так как чтобы сыр расплавился я приготовила фольгу и на некоторое время поставим в духовку чтобы сыр с варшем расплавился потому что микроволновка не пользуется подготовим ему уже готовые блинчики на один обед два блина ему хватает 330 грамм но я сразу сделаю порционно несколько блинов в одну фольгу заворачиваем и в духовку ставим вот мои заготовочки на два дня блинчики мужу готовы отправляю в духовку и потом он спокойно берет уже на работу суп я сегодня сделаю с чечевицей и овощей овощи я потом конечно как всегда в блендере сделаю у нас будет легкий супчик пюре никакого мяса жира я не буду добавлять потому что у нас и блинчики и второе тяжелое это будет просто овощной супчик вот такой у меня наборчика сейчас налью водичкой и ставим кипятить суп я всегда добавляю специи сыр но так как у нас сейчас чечевицы я посмотрю по ситуации когда в блендере буду взбивать по вкусу будем мы добавлять плавленый сыр или нет супчик у нас варился еще с блендером собью густой супчик теперь перекипятим и все готово супчик наш готов как всегда нальем порционно в тарелочку 322 грамм это порция для мужа и недавно я делала сухарики им очень удобно супчик сухариками десерт у нас творожный 0 5 процентов жирности творог размешаем желатином с молоком это все блендером добавим потом для красоты ягодки решила я все делать блендере положилась на творог желатин молоко ягодки добавила стивия сейчас я попробовала ягоды и творог как-то не очень так что стиви и дальше мешаем десертик наш сбит подготовила я мисочку в этот раз я сделаю в виде тортика залью в холодильник а потом будем врезать кусочками все мой десерт готов такой уже кромбина густая масса я накрыла пленочкой в холодильник а потом можно перевернуть и будет виде тортика кругленькая такая масса остатки ягодок я сейчас сделаю для ребенка компотик так что у меня ничего не пропадает и ребенку перепадет вы кстати можете желатин положить просто как в отвар и будет у вас кисель или можете сделать желейку ну я сегодня сделал желейку с творогом и для ребенка будет компотик салат я себе буду делать порционно и заготовку на завтра так что видите у меня тарелочка и контейнер чтобы сразу можно открыть и кушать сейчас нарежу капусту и будем по весам формировать салатик салат 246 грамм готов и я сделаю такой же заготовку на завтра контейнер очень удобно открыл и кушаешь куриная грудка цельнозерновые спагетти молоко яйцо это у нас сегодня будет готовится все в духовке я сейчас заранее обжарю на сковородке куриную грудку а потом будем формировать форме спагетти и мясо спагетти и мясо и зальем молоко с яйцом как омлетик и подобие лазаньи сделаем в духовке грудку я нарезала кусочками слегка обжарим чтобы была корочка красивая поставила воду отварим заранее спагетти потому что они цельнозерновые и в духовке их надо долго томить а мы их подготовим уже до полу готовности потом будем делать форму курица спагетти готова я просто на одну сковородку положила форма пергаментная бумага молоко с яйцами будем взбивать видео омлетика сейчас покажу как я буду делать форму один слой спагетти я положила теперь буду слой курочки класть и потом сверху закрою спагетти и зальем омлетиком спагетти курица и сейчас опять спагетти положу яйцо с молоком я взбиваю специи я не добавляю потому что у меня была курица со специями так что я просто молоко с яйцом залью и в духовку ты хочешь помогать маме подожди мама выльет потом тебе отдаст помощник ты мой все хочешь сейчас мама помоет тебя отдаст так как у меня все полу готовая курица готовы макароны почти готовы я сейчас положу сыр и накрою фольгой вот такая получится у меня красивая форма ппп духовку будем ждать нашу подобие лазаньи форму спагетти наши готовы вот такая красота сейчас на тарелочку выложу конечно надо чтобы она немножко постояла будет форма но сейчас я вам так покажу 270 грамм вот такой кусочек спагетти с курицей ну так конечно он постоит и потом как лазаньи это все впитается будет красивой формы но так как я вам всегда готовлю быстренько показываю что у меня на столе вот такой у нас в этот раз пирожок из макарон с курицей и сыром одну часть куриного филе я сделала со спагетти вторую часть филе я сделаю просто полосочками специи на противень я слегка поперчила подсолила чесночка добавила это все перемешаю положу пергаментную бумагу на противень маленький поставим духовку и мой ребенок любит такие кусочки взял покушал так что это больше идет для ребенка специи у меня не острые паприка это не так что ребенку может такой кушать вот такой получился у меня подносик очень удобный ребенок покушает и кусочки остальные курицы можно всегда пустить на пиццу на салат сверху накидать у нас курица не пропадает ну что ставлю рядом со спагетти пусть готовится вместе я накупила маленьких противень очень удобно все помещается и за один раз все готовится вот такой сегодня стол у меня получился перед масленицами сделали блинчики я показала что и как я делала как всегда повторим завтрака и до ужина что мы сегодня делали утром у нас будет каша у мужа гречневая с годжи у меня 4 зерна курага и бутерброд с паштетом у меня будет салатик мужу возьмет себе яблочки орешки на перекус на работу спагетти с курицей форма мужу на работу блинчики супчик чечевица с овощами супюре и сухарики и на вечер если вы захотите можете выпить пахты сегодня помогает мне ребенок с вами прощаться уже кушать хочет мама кушать хочу кушать что-то всех с наступающими праздниками марек кушай всех наступающими праздниками масленица можно кушать на блинчики только правильно кушайте и вот такой у меня сегодня помощник напоминаю в субботу будет разгрузка я буду целый день на пахте на прошлой неделе я делала холодник свекла пахта зелень в этот раз я просто опять на пахте ребенок не выйдет угощайтесь все кушать пожалуйста готовимся к разгрузке пишите в комментарии что вы будете пить кушать но на этом заканчиваю потому что если ребенок не даст свои поговорить попрощаться такой у нас сегодня ужин с начальником этим все на следующей неделе я подготовлю новое меню что-нибудь еще интересненькое придумаем пишите комментарии может что-то вы хотите увидеть как вы видите десерт я не поставила он еще не успел замерзнуть в холодильнике я потом когда буду кушать сделаю видео следующей серии покажу какой получился у меня десертик вот у меня помощник так что сегодня извиняюсь у меня сегодня вот такой прощальный видео пишите комментарии рассказывайте что вы кушаете делитесь фотографиями потому что сегодня я вот прощаюсь вот так с вами всем спасибо до свидания спасибо что досмотрели серию до конца